Здравствуйте! Совершенно не зря 26 лет тому назад Организация Объединенных Наций учредила Международный День Пожилых 1 октября. Потому что обращать внимание на проблемы старшего поколения так же важно, как защищать интересы, например, детей или спасать тех, кто попал в беду. Старость, она ведь сама по себе тотальна и естественна, как принадлежность к человеческому роду, к мужскому и женскому полу. Потому что каждый из вас, если с вами ничего трагического, не дай бог, случится в среднем или молодом возрасте, обязательно станет пожилым человеком. Старость, она неотбратима, как день и ночь, как зима и лето. Этот финальный этап жизни объединяет и страны, и континенты, и богатых, и бедных, и больших начальников, и скромных, незаметных тружеников, и горожан, и селян. И она понятна всем разумным существам на свете. Старость чревата нарастающими болезнями, одиночеством, иногда даже беспомощностью. Поэтому масштабные меры, задействованные на 1 октября и на первую декаду октября, уместны. Они заряжают позитивной энергетикой. Те же самые продовольственные наборы, бесплатные посещения музеев, бань, чаепитие на работе, концерты. Все они заряжают позитивной энергией, дают надежду как молодым, так и старым. Это как бы элементы непостроенного коммунизма и еще не гарантированного рая. Они нужны, поэтому с удовольствием в городе Казани, в республике запланированной проводятся такие хорошие мероприятия. Потому что доброта и забота – это как будто родной дом. Это как будто рядом появились давно ушедшие из жизни родители у кого-то. Они напоминают ту пору, когда еще нашу жизнь не обложили культ насилия, бездушные коммуникации и прочие приметы нового времени. Глядишь, и в другие дни, и не только старым достанутся какие-то граммы внимания и тепла. Ведь в целом сейчас, к сожалению, общество живет в ожидании повышения цен и даже появления налогов на безработицу. За то, что ты потерял работу, или тебе сократили, или ты еще не устроился. А надо платить за возможное получение общих социальных благ. Поэтому доброта, внимание, участие сегодня становятся дефицитом. Глядишь, появляется надежда. Может быть, и до всех дойдет такая же очередь и получит человеку тепла и внимания от всего общества, от государства, от коллег по работе, бывшей работе и просто от соседей. Поэтому мне даже иногда жалко, знаете, богатых стариков. У них все есть, килограммом гречки их не порадуешь, бесплатной баней не заманишь. А внимание, доброта окружения обязательно нужно, уважение нужно. Как раз 1 октября и в эти октябрьские дни люди получают такое очень дефицитное обращение. А вам не приходилось слышать такие слова? А зачем они, старики? Пенсионеров что-то много становится. Кто их будет кормить? А мне вот приходилось. Ответ у меня такой. Только дебил или скотина может сказать или подумать о таком и конкретно. Ответ у меня такой. Только дебил или скотина может подумать и сказать такое. О своем отце, о своей бабушке, дедушке или о чьей-то бабушке и дедушке. Моральный и материальный потенциал пенсионеров, пожилых, на самом деле очень великий, если додуматься. Если отнестись по-человечески. Подумайте. Ведь они делятся свои стабильные пенсии ближними. И среди детей и внуков есть иногда и безработные, которые живут на эту пенсию. Они еще работают по дому, на производстве, присматривают за малышами. Еще они хранят свои запасы сберкнижки. Они имеют жилье, которое оставляют своим потомкам. И главное, конечно, не только в материальных ценностях. Есть моральные ценности, которые в себе хранят эти самые пожилые. Наши отцы и матери, бабушки, дедушки хранят в своей памяти в душе столько жизненной информации, столько опыта, разума, который как раз не хватает молодым. Правда, им самим молодым как раз такие опыты, такая информация кажется излишним. А ведь прожитая каждая жизнь – это опыт всего человечества. В связи с этим я часто думаю об одной истории. Я прочитал в интернете. В австралийской глубинке умер нищий бомж в доме престарелых. И медсестра, копаясь в его тряпках, нашла блокнот. О блокноте – пара страниц монолога, где старик рассказывает о своей жизни. И этот текст медсестра отбезла в Мельбург. И так послание старика дошло до внешнего мира. И что он пишет? «Что ты видишь, медсестра? Ну, что ты видишь? Что ты думаешь, когда смотришь на меня? Капризный старик, глуповат, с непонятным укладом жизни, с отсутствующим взглядом, переводящий попусту еду, пишет он в своем монологе австралийский нищий из дома престарелых. Теперь я старик, и жизнь – жестокая вещь. Издеваясь, заставляет старость выглядеть глупо. Тело дрыхлеет, разваливается, величие и силы уходят. И теперь на том месте камень, где однажды было сердце». Вы знаете что? Вот я вам озвучиваю письмо старика австралийского нищего. Мне захотелось, чтобы вы сами полностью прочитали этот текст, который публикуется на сайте Бизнес Онлайн, прямо здесь же. Вы сами это единственное наследство старика лучше поймете, и обязательно это письмо пробуждает добрые чувства и полезные мысли. А пока всех поздравляю Международным днем пожилого человека 1 октября. Хороший день учредила Организация Объединенных Наций. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok